Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как будет выглядеть набережная города-курорта летом, об этом необходимо заботиться уже сегодня. Первый погожий субботний день января глава города Сергей Сергеев провел вместе со своими заместителями и начальниками управлений на набережной курорта. Обход набережной со специалистами, отвечающими за ее состояние – это желание наметить мероприятие по созданию здесь комфортных условий как для отдыхающих, так и для предпринимателей. Вот помните, какие остановки у нас были три года назад? Все помните, да? И посмотрите сейчас, в каком состоянии остановочные повеления. Но это же надо было кричать, заставлять и так далее. Добились? Добились, да? По полосам А. Вспомните три года назад. Меня убеждали мои бывшие коллеги. Сергей Павлович, ты ничего не сделаешь. Они как ездили вот эти распальцованные, так и будут ездить. Ездят? Нет. Сегодня это единицы. И точно так же и объявления есть на остановках развешивают. Но это единицы, это уже не правило, это исключение. И вот все, о чем мы сейчас пройдемся с вами, наметим мероприятие, я попрошу очень серьезно отнестись. На набережной в этом году, например, заработают стационарные туалеты для инвалидов. Глава города подчеркнул, что по каждому такому объекту еще очень много недоработок. Вот такие бетонные основания под торговые точки необходимо проинспектировать, как и зеленые насаждения, поврежденные природными факторами у акватории моря. Сергеев обратил внимание руководителей ЖКХ на спуск к морю. Давайте тогда ремонтируем. И ограждение поставим нормально. Да, да. Предложил глава города пересмотреть и надписи на бетонных отметках маршрута Теренкура. Непонятно, с какой точки ведущих отчет пройденных километров. Давайте думать, чтобы честно было написано. Сергеев дал задание найти применение помещению, построенному под пост полиции на спуске к морю. Одобрил предложение о создании питьевого бювета в районе бульвара Аванесова. Предложил сделать для детей тропинку мультяшных героев. Дал задание архитектору города найти общее стилевое решение для торговых точек набережной. Значит, два варианта. Либо это согласованно с архитектором эстетичного вида, либо это пустое место. Все. Значит, месяц, срок. В конце февраля проверяем. Хозяевам торговых павильонов требования содержать прилегающую территорию в порядке. Вот оно третий год, как провалилось. Они добросовестно здесь торгуют, получают прибыль, да? А мы им должны вокруг облагородить. Решетку подстелить, водичка. Вот это, посмотри, что тебя там ходит. А таких, как этот ларек, вообще быть на набережной не должно. Ну, я уже согласился с тем, что они на мусорной на помойке поставили ралеты уже каждый метр. Но зачем они на улицу выходят, да? Чья территория? Ну и что? Так что, я что хочу, то и делаю. У них вид разрешенного использования для чего? Для пансима. Совершенно правильно. По всем замечаниям, определенным во время обхода, глава ждет от своих заместителей и начальников управления предложений, планы мероприятий и решительных действий. Напоминаем для тех, кто имеет льготы при проезде в городском транспорте. С 1 февраля талоны недействительны. Вместо них нужно будет приобрести льготный проездной билет. Его стоимость составит 250 рублей. Гражданам необходимо обратиться в управление социальной защиты для получения справки, которое будет основанием для приобретения льготного проездного. Подробную информацию можно узнать по телефону 46171 39056 или по телефону горячей линии 8 928 334 2237. Иногда за обычным названием магазина кроется совсем не то, что вы думаете. Управление торговли и администрация города проводила в январе мониторинг незаконной реализации алкоголя. Из 200 точек около 20 торгуют незаконно. Хозяева таких магазинов весьма и весьма изобретательны. Внешне обычный магазин продукты на улице Ленина 195. От покупателей отбоя нет даже глубоким вечером. Но в торговом зале стоит обратить внимание на дверь в подсобку. Доступ к ней свободный. За дверью кипит жизнь, щедро подогреваемая алкоголем сомнительного свойства. С сотрудниками отдела Министерства внутренних дел по городу Анапе, сотрудниками УАЗ проведено проверочное мероприятие совместно с управлением торговли по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции. По адресу города Анапа, улица Ленина 195, мини-закусочный, вход который осуществляется через продуктовый магазин. Проведена закупка, в ходе которой установлено, что данные закусочные отсутствуют специальные решения лицензии на реализацию алкогольной продукции. Пока специалисты управления торговли и полиции составляют протоколы, жизнь в импровизированном ночном баре не замирает ни на минуту. Завсегдатые продолжают отдыхать. К этому призывают и многочисленные лозунги на всех стенах, свободный доступ к стаканчикам всех фасонов, приглашают чувствовать себя легко и свободно. В этот вечер изъято более 200 литров контрафактного алкоголя. Что же дальше? Этот ночной бар должен быть на особом контроле у полицейских города. Помещение, сданное в аренду хозяином уже в субаренде арендатора, реализует, судя по всему, устойчивый и долгосрочный бизнес. Разлив нефти около поселка Утаж. Первыми тревогу забили охотники. Вчера вечером они обнаружили пятна нефтепродуктов на поле. Незамедлительно сообщили о случившемся в местную администрацию. Те, в свою очередь, оперативно выехали на место для выяснения всех обстоятельств. По словам главы Виноградного сельского округа, сейчас ситуация под контролем и расположенным поблизости водным объектам ничего не грозит. Но в причинах предстоит разобраться. Когда-то здесь добывали нефть и проблемы это возникает не в первый раз. Вот эти выходы, они наблюдаются на протяжении многих десятилетий. То есть она с какой-то периодичностью выходит наружу. С чем это связано, я не могу сказать, это будут специалисты разбираться. Единственное, могу добавить, что в прошлом году, в апреле-марте месяце, там проводились работы по тампонированию этих скважин. Сделали две скважины на них. Сейчас будут специалисты проверять, насколько это была качественная работа выполнена. И опять-таки специалисты будут сейчас разбираться, каким образом можно предотвратить данные явления. Ну, еще раз хочу сказать, что там рядом нет никаких водных объектов, то есть ни лиман, ни речек никаких. То есть данные выходы не попадают куда-то в водные объекты. Ну, вот сейчас будем принимать меры. Приехали специалисты, то есть и природоохранная прокуратура сейчас приехала, и лаборатория приедет, специалисты ЖКХ. И будем решать, какие меры мы сейчас будем в ближайшее время принимать, чтобы избежать в дальнейшем таких случаев. На прошедших выходных отключение электроэнергии вызвали немало вопросов у жителей города и района. Каковы причины неполадок, мы узнали у директора Кубаниэнерго Дмитрия Головахи. С 30 на 31 января 2016 года в Анамском районе было отключение фидера АП-16. В 2 часа 11 минут ночи он отключился. Включили мы его в 9 часов 14 минут. Причина отключения – авария на потребительском участке сети. Так, и 30 числа у нас были отключения в станице Гастагаевской. Причина – в 3 часов не было света. Причина отключения – в стороннем транспортном была сбита наша опора. Сегодня утром в 7.20 утра у нас также были на этих фидерах отключения. Причина та же самая. К сожалению, это аварии на потребительских участках сети. Надеемся на понимание наших потребителей и приложим все усилия, чтобы наладить с ними контакты и в дальнейшем данные ситуации не повторялись. В Центре культуры Родина прошел концерт поэта-песенника Владимира Никитина. Так начался для анапских школьников казачьих классов месячник военно-патриотической работы. Писатель Владимир Никитин с анапскими школьниками встречается уже не первый раз. Формат мероприятия позволяет автору общаться с ребятами, рассказывать интересные факты из нашей истории. О песне о ней говорит писатель, дополняет его рассказы. Сегодня, по словам Владимира, особенное выступление. Школьникам была представлена новая книга автора. Уже много-много лет я выступаю в разных районах Краснодарского края в этот период. Представляю свое творчество, свои книги. Пишу я в основном на духовно-патриотические темы. И вот последняя книга, которая вышла, мне приятно ее представить нашим детям именно в сегодняшнем концерте. Это сказ о подвиге нашего героя Архипа Осипова. И если память народа будет в наших сердцах о подвигах наших дедов-отцов, о подвигах, о тех событиях, которые были у нас в стране, о битвах и так далее, это залог уверенности в правильном воспитании нашего будущего поколения. Немногие даже на Кубани знают, что Архипа Осиповка названа именно в честь солдата, совершившего там подвиг. Ценой своей жизни он подорвал погреб с порохом, остановив наступление вражеского отряда. И спас укрепление, и все, кто в нем находился. И таких примеров для детей множество, уверяет Владимир Никитин. О большинстве из них он как раз и рассказывает в своих книгах и песнях. Я считаю, что мы должны растить патриотов. То есть этот концерт показывает, насколько наши дети знают нашу историю, насколько они сегодня будут работать совместно с поэтом-песенниками. Вообще концерт мы проводим уже третий год подряд. Детям нравится, мы идем им навстречу, мы рады, что им нравится. Месячник военно-патриотического воспитания только начался. И это лишь одно из первых запланированных мероприятий. Краевой отборочный чемпионат поваров для студентов профильных учреждений проходит в эти дни в Анапском колледже сферы услуг. Такое доверие Краевого министерства образования оправдано высокотехнологичной базой учебного заведения и его статусом. Анапский колледж включен в международную образовательную программу WorldSkills. Миссия организации WorldSkills состоит в том, чтобы показать, как компетентные, реально обладающие навыками люди способствуют экономическому росту и собственной самореализации в жизни. Что же даст этот проект учащимся колледжа? Рабочая профессия – это контакт, это престижно. Рабочая профессия – это то, что мы умеем делать руками и можем делать это все замечательно. Мы сегодня с вами это увидели. Это наш профессионализм, который оценивается хорошими материальными средствами. То есть мы можем жить хорошо. Рабочие профессии – это круто. Судите сами, как четко, профессионально и виртуозно, а главное творчески, работают 36 участников из 31 образовательного учреждения края. Кухни укомплектованы всем необходимым оборудованием – самыми современными печами. Остается только проявить все свои умения и блеснуть работами. В программе чемпионата – приготовление пасты, горячего блюда и десерта. У всех единый продуктовый набор и одинаковое время для приготовления. Мы сейчас проводим отборочный чемпионат среди учреждений Краснодарского края. Мы должны отобрать шесть участников, которые будут соревноваться между собой. Чемпионат Краснодарского края состоится 19-21 апреля. И дальше будет у вас чемпионат Южного федерального округа. Один участник выйдет на конкурс ЮФО, потом победитель ЮФО выйдет на чемпионат России и дальше уже на мировой чемпионат. Кто станет звездой мирового уровня, пока еще трудно сказать. Но то, что молодежь к этому стремится, хорошо заметно. Не в каждом ресторане вы сможете заказать такую оригинальную пасту. Работают юные повара на скорость. А уж про то, какие ароматы наполняют дегустационную выставку, говорить вообще не приходится. Жюри оценивают блюда по десятибальной системе. В его составе вчерашние студенты колледжа под руководством преподавателя колледжа Оксаны Сальциной. Пока работает жюри, преподаватели дают оценки самой организации конкурса. Очень высокий уровень, очень интересный конкурс. На базе колледжа «Сфера услуг» будут соревноваться и повара городского конкурса «Лучший по профессии». А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 2 февраля, в Анапе облачно. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 7. Ночью до 6 градусов тепла. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...